Спасибо с первой победой всех нас долгожданная но прежде всего хотелось бы отметить мне что вот сегодняшняя игра лично для меня что в первую очередь важно как-то дополнительно подтверждает что у нас начинает складываться коллектив потому что соперник сравнял и нужно было снова приложить усилия чтобы выходить вперед еще забивать получилось наконец-то до этого самого первого матча в общем-то уже просматривались такие ориентиры для меня что ребят это добавляют во втором тайме если пропускают хотят отыграться максимальные усилия прилагают не рассыпаются не сдаются из каждой игрой это постепенно в общем то наверное крепло вот это взаимопонимание самоотдачи сегодня уже усилия хорошо что воплотились забитые мячи вот они и 3 очка хотя я был бы не против чтобы раньше победа была мы ведь в домашних играх например и с чайкой да и с чертавого из торпеда имели моменты которые не реализовали счет мог быть хотя соперник нас и превосходил но по голевым то моментам собственно говоря не уступили а даже и может быть превзошли не было удачи но когда-то она должна быть по крайней мере все это время ребята работают профессионально стараются повышать свое и физическое состояние и мастерство ну как я и говорил только работа может к чему-то привести и это первая победа она по себе сама по себе очень приятно и хорошо что у нас случилось надо придать положительных эмоций ребятам они молодцы однако с ними мы уже об этом говорили у нас очень много опять же впереди той же самой работы и очков у нас мало нам нужно независимо от того дома или на выезде мы будем играть нам нужно всегда будет стремиться к победе в каких компонентах фахел превзошел соперника в голах в голах они ведь тоже имели момент выручил вратарь сегодня нас где-то они со своей игрой и в первом тайме имели подходы к нашей штрафной которые могли бы в более опасные моменты воплотиться вот были не неприятные моменты у нас были в атаке в общем-то неплохие ситуации у нас несколько ударов с хороших позиций поворотом ушли выше к сожалению вот хотя бы в рамку дали бы шанс вратарю отразить этот мяч еще ну ладно в общем то сказать что явно в контроле мяча какая-то команда превзошла другую ну наверное даже я думаю саранск чуть-чуть побольше мячом во втором тайме владел особенно это все такое нам хошь не хошь пришлось по счету играть мы небольшую инициативу отдали после того как второй мяч забили поэтому сказать что явно в чем-то одна или другая команда превзошли друг друга я бы не сказал игра могла закончится и с иным счетом но видимо сегодня мы заслужили удачи пожалуйста еще вопрос Сергей Григорьевич сегодня с первых минут появился в средней линии мастерной а либо кобыренко впервые остался на скамейте запасных это претензии к мастерному как игре к раннему защитнику либо кобыренко в опорной зоне или попытка использовать мастерного лучше как в созидании ну первые матчи в опорной зоне у нас играли и либо кобыленко и воробьев и если вспомнить они просто громадный объем работы проделали на них очень многое как бы замыкалось и держалось ребята просто наелись и в дальнейшем у нас улучшается ситуация по глубине состава возможно начинают появляться замены и варьировать составом всегда это необходимо тем более что мы только что провели с перелетом тяжелейшим три матча между ними промежутки были всего в три дня сейчас мы проведем вот после этой игры мы сыграем в нижнем новгороде и опять нас ждет трехразовые промежутки между играми и опять поездка в владивосток сначала на автобусе в москву потом длинный перелет а потом по возвращении с дальнего востока через два дня игра у нас на кубок а через три дня у нас игра чемпионата опять так что где же силы то людям взять придется вот так вот варьировать составом распределять нагрузку более или менее с тем чтобы мы и не загнать кого-то из ребят и чтобы не надо чрезмерной усталости травмы не получили но и чтобы эффективность игры какая-то присутствовала да поэтому не в плане претензий какие-то изменения а в желании распределить нагрузку на ребят более равномерно как оцените дебют до последних новичков коряна и окна в силу ситуации в каких они были они же последний месяц не имели возможности в группе тренироваться с командой какой-то конечно не готовы ребята в полной мере вот но не сомневаюсь что у них есть большое желание как можно быстрее набрать кондиции а то что играть умеют и тот и другой ну это они подтверждали не раз и не два своими матчами в предыдущие сезоны поэтому они готовы на тренировках нести хорошие объемы работы помимо работы в общей группе еще индивидуально дополнительно вот а то что они игроки очень приличного уровня а уж для фанель тем более нет никаких сомнений бучник готов уже или вот уже нет у него травма была надрыв мышцы она так быстро не проходит как минимум самое минимальное три недели надо покой давать а потом начинать тренировки но вы уже упоминали сегодня не макова что хороший матч провел пусть восстановится но на данный момент ермаков все равно номер один и вот сегодняшний уровень подтвердил нет номера один это ни за кем не за столблено место в воротах под номером один нужно постоянно доказывать что ты в состоянии выручать команду и никогда не будет железного номер один ни у кого сегодня у гостей к сожалению травма вратаря замены мы фактически играем с одним вратарем вариант подстраховки аренды если не дай бог что-то случится рассматривается у нас восстанавливается коркнев однако нас будем надеяться восстановится пучни в да определенные риски есть но четвертого вратаря не вижу смысла брать и ваша вера хлебородова она основывается на вашем видении его на тренировках или какие-то цифры есть вы знаете во первых хлебородов 23 года всего ему еще многому надо учиться и набирать вот более но при его желание он однозначно будет прогрессировать да на данный момент он не забивает поэтому кажется что это за нападающий но какой объем работы он делает и сколько полезно и например за счет него мы много мячей за счет простых приемов можем выиграть впереди в линии атаки поэтому да ему каких-то качеств на данный момент не хватает вот он будет прогрессировать просто с ребятами надо прогрессировать а готовых нападающих такие которые каждый матч был забивать в премьер-лиги днем с огнем ищут держи их взять будем работать с теми ребятами которые у нас есть и будем я думаю они будут прогрессировать а